Добрый день, дорогие друзья! Ермолаева Светлана Николаевна, учитель математики, представляет вам сегодня урок по математике 6 класса. Древнегреческий математик Пифагор говорил, что числа правят миром. И действительно, каждому числу пифагорейцы присваивали определенные свойства. Так вот, мы с вами тоже сегодня попытаемся к некоторым числам человеческие свойства, такие как доброта, справедливость. Итак, тема сегодняшнего урока – делители и кратные. Число 30 можно представить в виде произведения двух множителей 5 и 6. Поэтому можно сказать, что 30 делится нацело на 5. Исходя из этого, число 30 можно назвать число кратное 5. А 5, в свою очередь, это делитель числа 30. Если мы заменим 30 и 5 любыми натуральными числами, например, первое обозначим А, второе – Б, то мы можем сказать, что если натуральное число А делится нацело на Б, то число А называется кратным числом Б, а число Б – делитель числа А. Итак, обобщим конкретный пример. Делителем натурального числа А называется такое число Б, на которое А делится без остатка. А кратным число А называется такое число А, которое делится на Б без остатка. А есть ли еще делитель у числа 30? А число 7 является делителем числа 30? Число 30 можно представить не только как произведение множителей 5 и 6, а, например, 1 и 30, 2 и 15, 3 и 10. Поэтому все числа 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 и 30 можно назвать делителями числа 30. А вот число 7 не будет являться делителем 30, потому что 30 на 7 нацело не делится. Как можно прочитать запись А разделить на Б нацело? Все записи, которые перед вами, число А делится на число Б, число Б является делителем числа А, число А кратное числу Б, и число А является кратным числа Б. Какое из этих высказываний верно? Любое из этих высказываний является верным. А можно ли для любого натурального числа назвать наименьший делитель и наибольший? Да, для любого натурального числа наименьшим делителем является единица, а наибольшим делителем само это число. Рассмотрим конкретный пример. Перед вами выписан ряд чисел. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18 и 30. Давайте попробуем выделить, выписать, какие из этих чисел являются делителями числа 24. Делителями числа 24 являются те числа, на которые 24 делится без остатка. Поэтому это будут числа 2, 3, 4, 6, 8 и 12. Из данных чисел, какие являются кратными 6? Кратными 6 будут являться те числа, которые делятся на 6 без остатка. Из представленных здесь чисел это 6, 12, 18 и 30. Выписать те числа, которые являются делителями 20 и 24. Здесь уже сложнее, потому что нам одновременно нужно найти такие числа, которые делят и 20, и 24. Но подсказка у нас уже есть. Уже выписан ряд чисел, которые являются делителями 24. Значит, нам нужно ответить на вопрос, выбрать из этого списка те, те, которые являются делителями 20. Какие это будут числа? 2 и 4. И последнее задание. Делителями выписать те числа, которые являются делителями 24 и кратными 4. Опять у нас есть подсказка. Делители 24 уже выписаны. Значит, из них мы должны выбрать те числа, которые являются кратными 4. То есть делятся на 4. А это будут 4, 8 и 12. Ну, а теперь выполним ряд задач конкретных, которые приводятся в учебниках по данной теме. Выписать все делители числа 36. Опять. Что является делителем числа 36? Это такое число, на которое 36 делится без остатка. Это будут числа 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Можно по парам проверить эти числа, перемножать, и будет получаться 36. Например, 1 и 36 – произведение равно 36. 2 и 18 – произведение 36 равно. И так далее. Следующая задача. Запишите 5 чисел, кратных числу 7. Перефразируем эту задачу. Что значит кратных числу 7? То есть 5 чисел, которые делятся на 7. Ну, самое маленькое какое число? Само это число 7. То есть 7, дальше 14, 21, 28, 35 и 49. То есть увеличение идет на 7. И если мы посмотрим 14 делится на 7, 21 на 7, 28, 35, 49. Этот ряд можно продолжать до бесконечности. Следующая задача, третья. Запишите все числа, являющиеся делителями каждого из чисел. Здесь уже задача усложняется. Итак, 15 и 20. Для этих двух чисел мы должны найти такие числа, на которые делятся и 15, и 20. Это будут единица и 5. Следующие 17 и 28. Здесь уже попроще. 17 имеет число только два делителя, единицу, и само это число 17. 28 на 17 не делится. То есть 17 не является делителем 28. 28 остается принять, что общим делителем этих чисел является число 1. Следующее задание. Запишите какое-либо число, кратное каждому из чисел. Какое-либо просит. То есть этих чисел можно назвать бесконечное множество. Просят выполнить задание, только одно число называют. Итак, 3 и 4. Какое-либо число, кратное и 3, и 4. Переводим. То есть которое делится и на 3, и на 4. Возьмем самое простое, самое меньшее. Это 12. Следующее 5 и 9. Опять-таки число, которое делится и на 5, и на 9. Это число 45. Хотя можно было еще какое? 90, 180 и так далее. Этот ряд можно продолжать до бесконечности. Но в задании нас просили назвать только одно число. Следующее задание. Запишите все значения х, кратное числу 4. Но здесь задание усиливается следующим условием. При которых верное равенство х больше 18, но меньше 36. То есть мало того, что х, это число, должно делиться на 4. Оно должно быть еще больше 18, но меньше 36. Какие же это числа? 20, 24, 28 и 32. Все эти числа делятся на 4. И выполняются условия. Каждая из них больше 18, но меньше 36. Следующее задание. В магазин привезли упаковки с ручками. В каждой упаковке 10 ручек. Может ли быть всего, при поставке магазин, 140 ручек, 275 ручек, 987, 1295 и 7800. Какое же количество ручек может быть представлено в магазине? Так как в одной упаковке 10 ручек, то количество всех ручек должно быть кратно 10. То есть делиться на 10. Значит, из предложенных вариантов мы можем выбрать только первый 140 ручек и пятый 7800 ручек. То есть ответом к этой задаче являются два этих числа. Либо 140 ручек, либо 7800. Так как количество это кратно 10. Итак, если А делится на Б, нацело, то есть без остатка, то принято число Б называть делителем натурального числа А, потому что делителем натурального числа А называется такое число Б, на которое А делится без остатка или нацело. В то же время кратным числа Б называется такое число А, которое делится на Б без остатка или нацело. Итак, вспомните, пожалуйста, о чем мы говорили в начале урока. Любое число может обладать каким-то свойством. Так вот каким человеческим свойством может обладать число, которое является кратным при делении, или число, которое является делителем при делении. Посмотрите, пожалуйста. Кратное – я делюсь, поэтому я добрая. Я делитель – я делю, поэтому я справедливая. То есть кратное – это доброе, делитель – это справедливое. Человеческие качества присущи натуральным числам. А теперь давайте приоткроем чуть-чуть страничку, о чем мы будем говорить на следующих уроках. Итак, а можно ли по делимости чисел распределить их каким-то образом на группы, то есть классифицировать? Да. Натуральные числа, у которых всего два делителя, это единица и само число, такие числа называются простыми числами. Натуральные числа, которые имеют более двух делителей, называются составными числами. И вот о простых и составных числах пойдет речь на всех последующих уроках. Мы будем о них много говорить. Казалось бы, в жизни простая задача, простая ситуация. Это значит такая ситуация, которая не требует сложных каких-то решений, путей решений. Но на самом деле простые числа не так-то просты. Простые числа с самых древних времен, можно сказать, что двигали науку вперед. Нигде нет столько открытий математических, как в теории простых чисел. О простых числах можно говорить бесконечно. Еще о таких числах, помимо простых и составных, на последующих уроках мы будем с вами говорить о четных и нечетных числах. Мы будем говорить о тех числах, которые только по взгляду на многозначное число, мы можем сказать, делится оно на какое-либо, хотя нам не важен результат, например, на 3, на 9, на 5, на 10, на 2. Это мы все узнаем на следующих уроках. И еще раз подведем итог урока, о чем мы сегодня говорили. Я вам напоминаю. Мы говорили о делителях и кратных натуральных чисел. Это первая тема из курса математики 6 класса, раздела делимость натуральных чисел. И когда мы в этом разделе будем говорить о числах, мы будем говорить только о делении нацелу, о делении без остатка. Еще раз, делителем натурального числа А называется такое число Б, на которое А делится без остатка или нацелу. Кратным числа Б называется такое число А, которое делится на Б без остатка или нацелу. Представленные вам задачи, особенно последние, это задачи, которые входят в контрольные работы всероссийских проверочных работ. И вот последняя задача, которую мы с вами рассмотрели, как раз таки задача из всероссийской проверочной работы прошлого года. Вы видите, она там оценена большим количеством баллов, но вы видите, если рассуждать и знать тему, то ее решить очень просто. И еще хочу сказать, что уроки математики – это почти что уроки иностранного языка. Вы сегодня усвоили два новых понятия – делители и кратные. Так вот эти понятия нужно усвоить, выучить наизусть, чтобы следующие уроки для вас были понятными и ясными.